Привет, мои крошки! Не знаю, как получится сейчас это видео. Да, с вами Селена Свери, забыла. Просто малыш у меня сейчас играется пока, а я купила себе набор для того, чтобы делать гель-лак дома. Ну, что-то мне стало интересное, и вообще я захотела в свой магазин приобрести лампы. И вот захотела сделать обзорчик и сама протестить, все испытать, гель-лаки, жидкости, топы, базы, все дела, и вот такую вот лампу. Мне она очень понравилась, наклассненько. Я видела ее у девочки, которая мне делала ногти, и мне понравилось, как она выглядит. И, короче, я хочу сделать на это обзор, попробовать сама убрать вот этот гель-лак, который у меня сейчас на ногтях. У меня, видите, один уже сорвался тут, и, в общем-то, покороче их сделать, и перед морем как раз-таки привести в порядок. В общем, пора уже привести в порядок свои ноготочки, и хочу это сделать вместе с вами. Первое, что... Давайте покажу лампу сразу. Короче, лампа вот такая вот. Вот такая. Она суперлегкая, вообще очень легкая. Как раньше, я помню, были какие-то громоздкие лампы, там какие-то спирали. Она суперлегкая. Здесь у нас есть на 10 секунд, на 30 секунд, на 60 секунд. Вообще она также сенсорно может. Вот видите, дынечка сразу лаки открывает. Зайечка, нельзя это трогать. Не надо. Сейчас мама покажет быстро и все. Здесь показывает все, сколько, что, и это тоже нельзя. Вот это вот все нельзя. Здесь показывает, сколько по времени будет все это идти. И еще ей легко, ее легко как бы мыть. Мне это нравится. Здесь сделано все на магнитиках. Все. Вот такая дощечка, 4 магнитика, и сверху вот такие лампы. Можно все посмотреть. Выглядит очень красиво, аккуратно. И мне нравится. Просто так раз, и все. Она, правда, очень легкая. И вот мне хочется продавать в своем магазине все самое лучшее. Поэтому я должна испытать, если он действительно работает суперкуберски, то это появится в моем магазине. В конце видео мы определимся. Вот. И дальше, что у меня? Значит, лампа у нас суперкубер. Здесь сзади вот она просто. Такой провод к ней идет. И сзади она просто включается в розетку. И работает. Продается вот в такой коробочке. Стоит она 2 700. То есть она у меня в магазине будет. Стоит 2 700. Так. И также я купила жидкость. Это жидкость для снятия шилака и гель-лака. Какая-то универсальная. Также я купила себе всякие топы, базы. Три цвета я купила для френча. Я вообще хочу сейчас сделать себе ногти. Просто вот как база у меня. Видите? Покрашенная. Просто вот такие ногти. Без френча, без ничего. Просто базой закрасить. Еще я себе взяла белый для френча. Тоже буду как-нибудь делать. Не сейчас. И взяла красный классический такой. Вот. Чуть-чуть темнее классического. Все. Топ, праймер и база. Сейчас я буду удалять свои ноготочки. Что я сделаю? Я ваточки промочу вот этой жидкостью подальше от Деньки. Обверну все свои ноготочки. И, кстати, в фикс-прайсе можно купить такие зажимы. Я все на них поглядывала. Думаю, ну зачем они мне нужны? Теперь знаю, зачем они нужны. Ну, протестим испытаем. Вот. И ваточки я вот так вот зажму. И фольгой зафигачу все это. Короче, сейчас все сделаю и попробую показать. Если Денька дашь. Показываю на одной руке. Вот я сделала. Ватный диск разлепила наполам. И прямо на половинке, как следует, обильно нанесла эту жидкость. Причем она действительно с отдушкой очень приятна. Кстати, инструкция по применению на тюбике написана на русском языке. Все подробно. В общем-то, как я и предполагала, 10-20 минут я должна вот так ходить. Но я не обрабатывала, кстати, свою пластину. Я по одной руке делала, потому что с малым одна рука должна будет функционировать. Там еще рекомендуют, что для некоторых гель-лаков, да, нужно бафом пройтись сверху по пластине. Но я не стала делать. Я хочу посмотреть сначала, чтобы не проходить по пластине бафом. А там видно будет. Короче, 10-20 минут вот так вот мы ждем. Потом посмотрим, что там будет у нас разложиться. Гель-лак наш или нет. В общем, хочу показать, что у меня получилось. Я сделала только одну руку. Я ее всю зачистила. Уже обрезала лишнее. Я имею в виду ногтевую пластину. И подвинула кутикулу. Бафик я не нашла, поэтому я делаю. У меня есть одна пилка, которая такая просто некрупная. Я просто немножко зачистила поверхность. Но бафик нужно купить. Вообще он у меня был. Я его почему-то не могу найти. Что могу сказать по поводу вот этой жидкости, которая растворяет? Я почему-то заметила, что вот эта часть, где сам палец находится, да? Ну вот, вы поняли. С мясом где. Оно достаточно быстро снимается и легко. А вот здесь на конце, не знаю почему, но такое ощущение, что там слой такой еще больше. И он прям никак не хочет. И получается, что я его отдираю и поотдирала себе, ну как бы, можно сказать, с верхним слоем своей пластины, да? Ну как бы это не очень хорошо. Просто я когда была у своего мастера, она сказала, что у них есть гель-лаки, которые не очень хорошо снимаются жидкостями. Поэтому она мне опиливала все это дело. Вот. И может быть это тот гель-лак, который не очень хорошо работает с жидкостями. Но в принципе достаточно нормально снялось. Притом при всем, что я не зачищала верхний слой. А если зачистить верхний слой, то будет более глубже проникать эта жидкость. Поэтому вот эту вторую руку я сейчас хочу зачистить сначала, а потом нанести вот эту жидкость и посмотреть, будет ли разница. Ну что, я подготовила свои ногти к тому, чтобы наносить уже в принципе наш гель и под лампу. Так, здесь мне негде включать в принципе лампу. И там на столе будет удобнее. Я пацану включила пока мультики. Сейчас мультики у него час в день. Поэтому вот как раз минут сорок. Я думаю, что нормально, чтобы он не мешал мне. Потому что невозможно с ним сделать. Он постоянно требует внимания. Поэтому мы перейдем сейчас на кухню. А там походу свет будет не очень хороший. Ну короче, сейчас я попробую настроить. Пойдемте. В общем, я нашла здесь такое местечко. Надеюсь, вам нормально все видно. Вот она лампа. Она включилась. У нее загорелись огоньки. Здесь насколько... А, вот она сенсорная, да? Вот. А, надо ставить именно руку. Не просто сюда вот ставишь, и она загорается. Также можно включать на постоянку 10, 30, 60. Выключить вообще ее. Сенсор продолжает работать. В общем, сенсорная тема, это классно на самом деле. Удобно. Значит так, я все запилила. Сейчас немножечко еще поправлю. Отодвину вот здесь кутикулу. Я вообще не любитель, честно говоря, обрезной маникюр делать. Я пользуюсь гелем. Мне очень нравится для удаления кутикулы. И, в принципе, не обязательно, чтобы красиво смотрелся маникюр, прям обрезать эту кутикулу глубоко тогда, как следует. Достаточно того, что она увлажненная и... Ну, то есть не сухая, да, какая-то. И не торчат заусенцы в разные стороны. Но если она, конечно, нарастает очень много, то лучше удалить. Но у меня она не нарастает много, поэтому я предпочитаю ее не обрезать. Итак, поехали. Первое, что нам нужно сделать, это нанести праймер. Праймер, насколько я знаю, он обезжиривает, делает более лучшим сцепление. Я его прям... Он растекается, его прям даже красить не надо. Его так наносишь чуть-чуть, а он как-то впитывается, что ли. В общем, расход у праймера, я так понимаю, небольшой. Мне так нравится запах праймера. Интересно, одна такая, или нет. Я покрываю им всю ногтевую пластину. Так, все. Праймер, по-моему, сушить не надо. Теперь мы наносим базу. Так, топ-база. У меня прям написано здесь все. База. Все просто. И теперь уже нам нужно будет начинать ее засушивать. Базу тоненьким слоем. А может, не тоненьким, я не знаю. Ну, моя мастер кладет сначала на все, по-моему. Вот, допустим, пять пальчиков, да? Потом засушивает. Я точно так же сделаю. То есть не по одному, а пять. Потому что, в принципе, тонким слоем кладется база. Она не растекается. Я помню гелем, когда работала, то растекалась. Мне очень интересно, насколько долго продержится вообще все мое вот это вот варенье. Я еще перед морем делаю. Хорошо бы, чтобы оно не отварилось там нигде. Все, кладем. Красота. Красота-лепота. Ага. Еще, когда я у своей делала, немножечко, знаете, что... Немножечко пекло. Вот сейчас мне не печет. Ничего, все нормально. Мне нравится. Все комфортно. Не знаю, сколько. Видите, все-таки... Я не знаю, сколько ждать, честно говоря. Я все буду по интуиции делать. Буду вспоминать, как мне делала мой мастер. Не знаю. Или потрогать там кусочек. Ну, как бы липкая, наверное, будет и все. А вообще, я думаю, что надо мне сейчас сделать одну руку, да. И полностью две руки вот так вот не ему. Сейчас я сделаю одну руку, а потом мы будем делать уже так. Все, база, я помню, долго не сохла. Короче, где-то у меня тут получилось 50 секунд. Теперь я нахожу цвет, который мне нужен. Я хочу сделать вот не красный, вот у меня красный есть, а натуральный такой. То есть я не хочу на ярком сейчас экспериментировать. По-моему, это 0,35. Да, он просто вот такой вот, такой молочный. Сейчас я его сделаю. Видно вам? Нет. Очень хочу, чтобы вам было видно. Но условия мои не позволяют. Так, поправляем. И тут накапало, убираем лишнего. Давайте. Так, что-нибудь выделить надо. Так, засушиваем. Ай-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Надо более аккуратно красить в моем случае. Чтобы ничего не вот этого. Вы знаете, что достаточно одного слоя, мне кажется. Он очень плотненько ложится и прям красиво. Я не вижу смысла второго. Может быть, ради толщины только. Второй слой. Так, по 30 секунд буду держать сейчас каждый, а потом их полностью засушу. Хотя нет, давайте два слоя сделаем, потому что на мизинчике получилось так прям хорошо. А на большом более не так уже идеально. Вообще что-то в этом есть. Мне нравится. В общем, вы понимаете, как я делаю. Я не знаю, может быть, не стоит весь процесс показывать прям так. Я думаю, что сейчас вы поняли, да? Я нанесла базу на одну руку. Здесь правильный, наверное, главное сделала уже. Но ничего, если неаккуратно буду, то еще раз сделаю. И все. Сделаю сейчас два слоя вот этого лака. Потом включусь, когда буду делать топ. Еще я совсем забыла, что кончик запечатывать очень хорошо. Так будет больше держаться. И именно с кончиков не будет отколупываться, да? Там, как сказать слово, это отколупываться наш гель-лак. Поэтому кончик надо запечатать. Это, ну, кисточкой, то есть, ну, вы, наверное, знаете, да, как запечатать? Я показывала как-то с лаком это дело. Это тоже с лаком действует. Так, все, по 30-40 секунд я все поддержала. Теперь я сейчас поддержу. А, нет, второй слой можно тоже сразу, по-моему. Да, второй слой сейчас буду делать. Так, сейчас я сделала два слоя. Сейчас я их подсушу всю руку вместе. И потом покрою топ. У меня, кстати, топ, с которым делала мне моя мастер. Его можно было липкий слой не снимать. Он уже не липкий был. Вот мне интересно здесь какой топ. Будет липкий слой или нет. Ну что, первую ручку я готова. Потом покажу вам при свете. Топ действительно верхний. Ничего не нужно, никакого липкого слоя. Лампа вообще какая-то невероятная. Во-первых, она красивая, дизайн очень красивый. Во-вторых, она настолько быстро, мне кажется, работает, что я даже чувствую. Как раз, раз, то есть, вот я вот тут немножко попала на кожу. Я прям чувствую, как оно за несколько секунд, за 10 прям. А я помню, что я еще переживала. Раньше были лампы такие, где долго надо было держать, там, минуту, две или пять, помните? А здесь я помню, что у моего мастера такая лампа, вот в салоне, в хорошем, на самом деле, таком, недешевом, как бы красиво в центре. У них вот такие же лампы. И она держит там по 10 секунд, такая, да все уже, да все уже. А я, блин, переживаю, думаю, да ладно, все уже, сейчас чуть не засохло, там, и по новой все делаю. Действительно, она очень хорошо работает. Классная вообще. Все так ровненько, мне кажется, мне так в салоне не всегда делали. Все, сейчас поделать вторую ручку. Ну что, все, я уже покрыла базу. Сейчас я досушиваю и беру маслица, потому что кутикулу я смажу маслицем, чтобы все увлажнить. Потом ее вытру, мы идем с вами на свет, и я показываю, что же получалось у меня на руках. И делюсь своими впечатлениями. Ну что, я здесь, мои ноготочки готовы. Сейчас я их промажу маслицем. Так всегда мне делают, во всяком случае, в салоне. Ну, потому что кутикула, пока мы тут ее пилили, вертели, она у нас немножко... Не знаю, правильно так делать или нет, но в салоне так делали. Наверное, так надо. Я думаю, от масла ничего со свежим гель-лаком не делать. Потому что я помню, что когда я занималась наращиванием ногтей, то нежелательно было, допустим, мыть руки после наращивания ногтей какое-то время. Чтобы там закрепилось все, не знаю. Так, все, сейчас я промажу и покажу вам свою красоту. Конечно, это все намного удобнее делать, когда прям маникюрчик и полностью кутикула не мешает. В принципе, я ее отодвинула и нормально. Она мне особо не мешала. Зачистила, вот отодвинула и прям там прошлась пилочкой. Зачистилась. На удивление еще, знаете, что бывает, там, наращиваешь ногти или красишь ногти, и попадается какой-нибудь мусор там, да? Ну, как бы неровная поверхность. У меня же идеально ровные ногти. То есть я эти штучки не люблю. Ну что, я готова вам презентовать свой маникюр. Вот такая вот красота получилась. Вот так аккуратненько. Лак у меня немножечко, видите, он такой, я думала, он как будет немножко прозрачноватый, как делают под френч. Но я в следующий раз возьму такой еще, может быть, другого цвета. Короче, они такие вот такие молочные, естественные получились. Сейчас я то же самое сделаю на ножках. Вот. Ну, ноги уже показывать не буду. Чего их показывать? Руки достаточно. Я, честно говоря, довольна. Лампа шикарная. И да, она будет продаваться у меня в магазине. Так что, кому интересно, ссылка под видео. 2,700 она будет стоить. Что касается по поводу лаков, они мне нравятся. Еще вопрос в том, они наносятся, все супер классно, мне прям вообще замечательно. Я буду их брать. То, база, все. Все очень быстро. Мне кажется, у меня очень мало времени ушло на все это, честно говоря, не знаю. Меньше полчаса, наверное. По поводу жидкости, я, возможно, еще какую-нибудь жидкость попробую, но мне нравится эта жидкость, что все-таки у нее есть приятная отдушка. Прямо пока я все это нанесла, хожу, и она пахнет. Я же люблю, я ароматерапевт, любитель, короче, не ароматерапевт, а просто любитель понюхать вкусненького что-нибудь. Ну, вы поняли, короче, у меня запахи люблю приятные. Вот. И попробую, как вот этот снимается потом, вот интересная. И тогда с жидкостью мы с этой определимся, будет она у меня продаваться или нет. А так, лаки, все дела, надо посмотреть, набрать еще себе кучу цветов. А лаки вообще можно выкинуть обычные. Вот реально, у меня целая коробка этих лаков. Наверное, их можно реально выкинуть. И ставить себе немножко свежих последних, а остальные выбросить. Ммм, ты мой, ты там смотришь три кота, да? Смотри, какие у меня обезьянка. Смотри, какие у моего ногти. Хоть рот открывать. Это некрасиво. Смотри, какие у моего ногаточки. Смотри, тебе нравится? Скажи, красиво? Ну, красиво же, скажи. Ладно, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Все полезные ссылки под видео. Я теперь буду делать всегда вот этот гель-лак. Разные цвета. И кайфую, короче, я. Вот такая новиночка у меня появилась. И замечательно. Я вообще сделала идеально. Не хуже, далеко не хуже, чем в салоне. Единственное, немножко левой рукой неудобно красить. Но она у меня получилась, по-моему, еще даже красивее, чем у рукой. Крошки мои. Хотела сказать по поводу гель-лака. Уже прошло полторы недели, как мы, как я сделала, да, где-то 10 дней вот так вот прошло. Я еще после этого сделала втирку из фикс-прайса и покрыла топом. Втирка немножечко, конечно, у меня содралась. Сразу там на второй где-то день, на третий. Я еще и надо уметь правильно втирать. Ну, в общем, втирку мы не считаем. Сам гель-лак держится до конца. Только на одном пальчике у меня немножечко на кончике содралось. Но я считаю это нормально. С учетом того, что я была на море и активно вообще купалась и плавала. И как бы все остальные, все ноготочки целые. Только втирочка немножко стерлась. Мне просто захотелось что-то поярче на море. Вот здесь, значит, кусочек. И вот другая рука. Тоже все хорошо. Чуть-чуть только вот. А вот тоже вижу вот кусочек. Подкололся. Вот. А это все втирка содралась. Так ногти целые. Но, в принципе, знаете, еще можно походить. Когда, знаете, в салон некогда идти. Обычно даже с таким бывает ходят. Но так как у меня теперь лампа дома. Я могу либо убрать два ногтя, которые мне не подходят. И просто их заменить. Но втирку я тоже хочу вот эту вот уже убрать. Все убрать. Я себе купила новые лаки этой же фирмы. И буду сейчас убирать жидкостью. Посмотрю, как жидкость работает на вот этом гель-лаке. Вам расскажу потом. Ну что, сняла я с одной руки. Конечно, этот гель-лак было снимать намного легче. Потому что здесь и слой тоньше был, чем у меня тот, который мне в салоне делали. И, ну, намного легче все. Бафика мне только не хватает. Блин, не взяла. Забыла. Вот. Ну, у меня пилочка такая хорошая. Вот. Зачистила все. Ногти у меня достаточно крепкие, чтобы вы понимали. Вот я их нажимаю. То есть, они у меня не тряпочка крепкие. Вот. Вот. Сейчас я сниму вторую ручку. И я думаю, что я сейчас покрою новым лаком. Пока что в магазине у меня будет продаваться именно эта. Жидкость для снятия лака. У своих поставщиков я спросила. Они вообще любят эту фирму. Цена-качество. Плюс это одна из немногих жидкостей, которая вот так приятно пахнет. Реально она очень-очень приятно пахнет. Так что она будет продаваться у меня в магазине. А там посмотрим, что может быть другое будет. И вообще, мне кажется, надо большой флакон еще будет приобрести. Но для начала, кто захочет попробоваться, я составлю наборчик такой вот, который у меня. И буду набором продавать еще. Также по отдельности все можно взять. Также мне порекомендовали именно вот эти гель-лаки, топы, базы Афродита. То есть, вот такой вот праймер. Набор будет идти. Это то, что я пробовала и то, что мне уже нравится. Здесь наверху все написано. Тут написано, например, база. Тут написано топ. А тут написано номера. Номера лаков. Вот они, Афродита. Праймер тут тоже написано. Я, конечно, буду другие пробовать еще разные лаки. Вот, например, прозрачный. Такой полупрозрачный. Это будет сейчас из другой серии. Потому что здесь, ну, в этой серии такого нет. Но у меня будет раскладка в магазине, где можно будет выбрать и цвета. Вот. В общем, вот это мне нравится. Поэтому это будет у нас в наборике. Ой, девочки, смотрите, какой красивый цвет. Офигеть. И я этот цвет взяла под набор, девчонкам. Такой натуральный, красивый, молочно-розовый. Офигенный. И себе такой, значит. И себе такой, значит, возьму. Классный. Ну, все. Короче, сейчас буду делать и ручки, и ножки. Вот потому что мне хочется что-то такое. Что-то более розовенькое, молочненькое. Да, классный. Классный, классный. Вот этот вот гель-лак. Крошки мои. Сейчас снимаю ноготочки на ногах уже вечером. Вот они, мои прекрасные ногти. Шикарные. Мне прям вот этот вот цвет вообще по душе. И хотела сказать, что... Меня, кстати, некоторые спрашивали, что если вот, ну, блин, я вообще не смогу ногти делать, я даже лаком не умею красить. Я на это отвечаю, что на самом деле лаком намного сложнее красить ногти. Потому что лак, он часто быстро высыхает. Пока вы его равномерно нанесете, он неровно ложится и уже подсыхает. И, короче, каша малаша получается. С гелем же такого нет. Гель не высыхает, пока вы его красиво не уложите. То есть он все время жидкий. Вы его можете равномерно распределить, вытереть везде, где подтекло. И только когда вы видите, что ваш идеальный ноготок накрашен, вы только тогда его засушиваете в лампе. Я считаю, что те, кто не умеет красить лаками, могут легко красить гель лаками. И это намного удобнее. В магазине у себя я буду продавать как отдельно лампу, так и набором. Все, что это входит. Еще я приобрету бафик. И себе приобрету, и для набора приобрету. Это видео выйдет сейчас. И я сделаю прям пост сегодня. Эту лампу выставлю, набором выставлю, только без бафика. Бафик надо купить. Только потом с ним выставить. Еще не знаю, сколько он там стоит. В общем, я довольна. Буду ногти теперь делать все время. И смогу чаще менять цвета на ногтях. И не записываться никуда, блин. И не сидеть, не мучиться и ждать, когда все это спилят у меня. Кстати, еще момент. Кажется, что этой жидкостью ногти, вот кто не знает, да, типа должны стираться вот гель-лак так же, как и лак. Нет. Мы сначала наносим, ждем. И не так просто они прям, знаете, прям слазят и все. И вообще, сколько снимала гель-лак, никогда так просто все не слазило. Бывает, может быть, от жидкости какой-то более лучше отходит гель-лак, от какой-то более хуже. Но везде нужна аккуратность, чтобы не повредить свою пластину. Пластину можно повредить, даже если снимая жидкостью. Потому что оно не отходит прям раз и оторвалось. Все равно что-то остается. И когда мы поддеваем нашей лопаточкой, да, мы можем снять это все вместе с верхним слоем. Но в принципе я делала аккуратно. И где-то у меня, да, может быть верхний слой снимался, но не страшно. Ногти все равно крепкие, хорошие. И пилочка сверху зачищала. Все нормально, как бы все под контролем. Я уже 5 или 6 месяцев делаю гель-лак и довольна. Причем мне, моя мастер спиливала все. Гель-лак спиливала, не жидкостью убирала. Короче, все нормально. Все классно, я довольна и рада, что себе приобрела. Все быстро и легко. И вам рекомендую. Ссылка под видео. Все, целую и люблю. Субтитры сделал DimaTorzok